Приветствую, друзья! Как обычно, пол четвёртого ночи, а я всё разгребаю ваши сообщения бесконечные, которые лавиной просто потоком классных отзывов полились после всех моих видео. Можно я один зачитаю и потом расскажу, для чего я это сделала вам вообще? Ой, какие выводы! Нелли, хочу тебе дать обратную связь. Наконец-то я смотрю новое и переслушиваю старое твоё, а в обратку отмалчиваюсь. Про себя скажу. Спасибо, Нелли, очень помогло, как всегда. И так далее. Сегодня утром, несколько дней назад, ты написала, что многие отписываются, когда ты говоришь про зубы. У меня, если ты помнишь, бизнес стоматологии. Мы были у тебя в феврале в гостях, часто вспоминаем с большим теплом. Ещё раз спасибо, что нас тогда приютило. Так вот, после твоего сообщения сегодня утром люди, блин, подождите, не отписывайтесь, позвонил пациент и стал мне выговаривать, что у нас акция и гигиена всего 3500. Так это же только ультразвуком плюс пасты. Это ни о чём. Хотя до акции она у нас стоила 5000. Мол, это развод. И вообще, нужно ещё дешевле пересчитать. Я внутри себя тоже думаю, может быть, ещё дешевле сделать. Пересчитать. Хоть и в минус уйду, и уговорила себя поставить именно 3500 всё равно на новогодние праздники эту акцию. Я не сдержалась, подняла тон. Так к чему всё это? Если делаем акции, подарки, идёт обесценивание себя. И мир транслирует и шлёт в доказательства таких пациентов. Конечно, не все такие, но в тот момент я только прочитала твои строки. Люди, блин, подождите. Но я не согласна с ней, конечно. Сейчас прокомментирую. И этот звонок. Хорошо ещё, что я врачей и персонал, ассистентов, администраторов в эту обесценивалку не потащила. Им оставила их процент от прайса. Мне урок не падать так низко. А-ля купон акции. Ну, то есть она видит во мне, как я упала низко. Что всё практически бесплатно раздаю, либо за копейки. По сравнению с той информацией, которую даю я, но это действительно так. Люди ей там и 5% не дают, а берут в 10 раз дороже. Вот. Я им не завидую, и мне как бы вообще это похрену. Это моё желание так было сделать. И как бы мой выбор, это моя ответственность. И я не думаю, не обращиваюсь назад. Типа, блин, а может не надо было. Может не так. Я чётко убеждена, что я сделала всё правильно. Ну ладно, перейду к отзыву. Это мне урок не падать так низко, а-ля купон акции. Это все мои страхи перед Новым годом. У пациентов денег нет или есть до траты... А, если есть, да не на траты у нас в стоматологии. Так, получается, мир мне опять же отзеркалил. Даже за 3 копейки надуются те, которым это будет не устраивать. Типа, дорого. А месяц назад тоже началось небольшое затишье. Так я включила твои все ютюбы про деньги, всё, что попадалось мне из твоих записей. И я пошла по дорожке. У меня всё есть. Есть квартира. Тут мысль в ипотеке. Так я эту мысль загасила другой, да, в ипотеке. Ну, я её уже оплачиваю легко. У меня работа, бизнес, дочка, собака. Ремонт, 5 зимних верхних одежды. В общем, начала с большего. Потом всё, что на глаза и в голову мне стало попадать, стала благодарить. И жить от плюса. Жи, очень, очень, очень тебя благодарю. И про то, что мы смотрим и отмалчиваемся, это точно так и есть. Как только начинаем писать отзывы или я рассказываю знакомым про твои техники, мне всегда прилетают подарки, деньги и блага. Как только я благодарность за то, что использовала, да, проявляю, прилетают блага. Вот что я в последнем видео говорила. Очень длинная, пожалуйста, возьми с него на отзыв. Так, я пишу. Только я не поняла. Ты увидела, что от меня отписываются и уходят, потому что у меня дёшево и почти бесплатно. Вот. Ну да, говорит, это во мне. Это же я увидела. Я говорю, ну ты же у меня увидела. Она такая, ну да, это моё видение. Я говорю, оставила бы я ценники на курсы 50-100 тысяч, как было раньше, да, было бы то же самое. Дело в том, что, вот вы сами посудите. Вот я, например, крем покупаю, он стоит немецкий 10 тысяч рублей. И этой банки хватает надолго. И я ничем пока не смогла его заменить. Ну, он очень мне нравится. И другие пробы уже не то. Пальто, как говорится. Вот. И если бы этот крем я увидела не за 10 тысяч, а за 2, я бы взяла 5 банок. Понимаете? То есть, если бы я увидела дешевле, там, подешевела, я, наоборот, ещё больше бы набрала и больше бы внимания туда бы обратила. Но люди видят меньше и уходят. Вот я всем вам хочу задать вопрос. Напишите мне, пожалуйста. Вы действительно не хотите покупать, там, допустим, мои книги, таблетки, там, заказывать магические расклады, делать проработки, курсы, только из-за того, что дёшево? То есть, если я сейчас подниму ценник в 10 раз дороже и верну на прошлый уровень, который был у меня немножко раньше, то есть вы все резко вернётесь, заплатите, да, мне в 10 раз больше. Или, там, в 20 раз больше, в 30 раз больше. Сейчас действительно у меня цены даже, можно сказать, и в 30 раз меньше, чем было раньше. Люди все смотрят меня каждый день, смотрят, смотрят, пишут, задают вопросы. Я с кайфом просто беру, отвечаю, записываю видяшку, выкладываю там с каким-то разбором, с какими-то мыслями, шаблонами, которые мы потрансформировали. И как только я вдруг на своём видеоканале в Телеграм или на Ютуб, вдруг на 50-е видео о трансформациях выложу о том, смотрите, ко мне подруга приехала, я её отвела в клинику, она сделала себе зубки. Просто отписка, большущая отписка. Опять у меня там 10-20 классных видео идёт, отписки нету. Ну, так, бывает 1-2, но это залётные-прилётные, это нормально, да. Но как только опять там 5-минутный ролик со стоматологией я снимаю, опять огромная отписка. Ну, то есть люди смотрят, 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 видят какую-то маленькую рекламку и сразу отписываются. Хотя даже видео с зубами не столько, сколько рекламки, а сколько вот этих эмоций. Человек, который приехал, сделал зубы, хочет поделиться, ему хочется выйти ко мне в эфир, поучаствовать в моём блоге, как-то себя показать. Да, я ему даю такую возможность, даже не о себе сколько думаю, мне хочется исполнить желание человека, да, поучаствовать в каком-то моём видео. Ну, это же, ну, реально для многих круто. Я прям без зазрения совести это скажу, что многие мечтают, да, там со мной познакомиться, выйти со мной в эфир. А если лично приехать и снять какую-нибудь видяшку, неважно, какую тему, зубы или ещё что-то, ну, как бы им очень хочется. Я же знаю людей, свою аудиторию именно, с которой мы давно общаемся, работаем, там что-то делаем, разговариваем. Кто меня смотрит, ну, реально, может быть, кто-то залётно этого не поймёт, да, но моя аудитория, вы меня понимаете, да, что прикольно было бы что-нибудь снять вместе. И вот идёт большая отписка, то есть я что говорю о неблагодарности, что вы брали-брали-брали-брали, да, а потом отписались. Дело-то не в ценах, потому что чем меньше цена, тем больше бы брали. Это логично, тогда вы скажете на это, Нелли, ты просто себя обесценила, то есть это твои страхи их отпугивают, не ценность твоя отпугивает и так далее. Ребят, понимаете, я снизила цену на проявление, допустим, в этом блоге, но параллельно у меня деньги умножаются. Я, ну, вы сами знаете, купила себе квартиру в Турции, просто с нуля, с ничего, просто прилетают деньги на любые мои желания, то есть они у меня зарабатываются во всех вообще щелях. То есть я могу отсюда вообще всё убрать, ввести вообще полностью бесплатно всё, и при этом я себя никаким образом не ущемлю, потому что неважно, чем вы занимаетесь. Есть у вас хобби, которое приносит деньги, или есть хобби, которое не приносит деньги, когда вы наполнены, когда вы кайфуете от того, что делаете, неважно что, даже просто кайфуете от того, какая классная природа, ходите другими тропами, у вас уже есть энергия, и деньги приходят с каких-то других источников. Не всегда нужно ждать деньги из тех источников, с которых вы получаете. Оно всё само собой происходит. Вот я сегодня крем заказала себе, прямо как раз опять про крем этот говорю, 10 тысяч. При оплате с меня сняли 8, и было написано, что 640 лир, это 2000 рублей с копейками, подарок, как первый покупатель. А вчера я пришла, или позавчера, всё, у меня уже время потерялось, позавчера вроде, я пришла в клинику делать ретейнер, и приготовила около 20 тысяч. Думаю, если что, там занесу, или мы меньше, я не знала цену, и мне подарили в подарок. То есть деньги, они приуходят даже вот без вот этого денежного обмена, всё тебе. Мы пришли в кафешку, меня просто там мы выпили с подругой, с которой сегодня до утра сидели, трансформировали шаблоны в кафе, наверное, чашек 20 чая. Там были лимоны в подарок, всякие десерты, салаты, чего только не было, полный стол мы за него не платили. Я всегда иду мимо кафе, и можно там поесть. Ну, я, конечно, даже чаевые сюда оставляю, вот, но они сначала с удовольствием дарят, а только потом я всё равно оплачиваю, потому что любой труд должен оплачиваться. С благодарностью я принимаю, я поела, но никакие деньги с меня не собирались брать. И я к тому, что дело не в ваших ценниках. Я вот только что сейчас видео провела. Не важно, как вы себя там оцениваете, и не важно, какие цены вы ставите, вообще дело не в этом. Дело вашей благодарности и дело в принятии этого мира и всё, что он вам даёт. А ценники здесь ни при чём. Вы можете, допустим, зарабатывать 100 тысяч на работе какой-то, ну, например, вы там парикмахер, да, и вы начали делать стрижки, там, не за 5 тысяч рублей, а за 500. Но у вас в конце месяца также будут эти же 100 тысяч. Они прилетят или сохранятся любыми всевозможными способами. И дело не в ценниках, понимаете? Вот, это один момент. Второй момент. Что хотела сказать? Второй момент. По поводу аудитории, которая не ценит и уходит. Мне их не жалко. Потому что они сами у себя крадут всё. Они, когда не ценят тем, чем пользуются, их проявления никто не возьмёт. А если возьмёт, то очень мало. И это просто гроши, понимаете? Что они смогут впихнуть другим. Там, насильно, манипуляциями, акциями, подарками, там, рекламой, чем угодно. Улыбкой, там, не знаю, медитациями. Неважно, каким образом. Они впихнут крохи, понимаете? Если вы неблагодарны и не понимаете, что вокруг вас вообще происходит, да? Чем вы пользуетесь? Кто для вас это вообще всё делал? Ну, вы просто разрушаете вот этот энергообмен. И вы становитесь больной клеткой в организме. Всё-таки меня волнует вопрос, почему целый год от меня была большая отписка. А потому что, я тоже говорила во многих видео, мне стало это неинтересно. Я весь год уделяла максимально минимальное, вот просто минимальное внимание. Не записывала видео, не писала статьи, я не написала в этом году ни одной книжки. Вот только сейчас заканчиваю деньги наконец-то переделывать. До этого я их штамповала просто. Потому что моё внимание переключилось на то, чтобы просто отдохнуть и поработать с собой. Чтобы не через людей с собой работать, а вообще понять в этой жизни, каково это отдыхать. Я с детства не отдыхала, вот прям так долго и так просто вот училась ничего не делать. Да, я, конечно, выкладывала там какие-то видео, потому что надо. Ну, это было очень редко. Писала что-то, потому что надо, думаю. Ну, блин, аудиторию тоже бросать не хочется. Вот, но аудитория решила пойти исследовать какие-то другие места. Ну и молодец, поисследовала. Но сейчас она вернётся. Причём вернётся в таких масштабах, что даже не знаю, как это описать. Как это можно описать? Мысль, которую я хотела сказать. Она поймёт, что она потеряла. Вот, надо её наказывать или нет. Я не знаю. Дело не в ценниках. И дело не в обесценивании. Когда вы пытаетесь себя ценить, ценить это не значит поставить большой ценник. Вообще нет. Но когда вы начинаете себя действительно ценить, вы отсекаете от себя якобы плохое, ненужное, вообще не надо это делать. Ценить себя, не ценить. Вот. А по поводу ценников это страхи, да? Страхи, что уйдут, страхи, что не купят, страхи то, страхи всё. Они подтверждаются, эти страхи. С ними надо поработать. Вот. Но это не... Это наоборот. Вы пытаетесь себя оценивать и сделать, и слепить из себя бриллиант. Вот этот вот. Наоборот, вы слишком погружены в оценку, слишком погружены поднять свою ценность, что именно вот эти действия вас максимально обесценивают. Как вот... Чем круче себя чувствуешь, тем больше себя обесцениваешь. Чем... Ну, не круче, как сказать. Ну вот. Как звёзды наши. Это же... Прости, Господи. Насколько они себя любят, якобы. Ну, они нихрена себя не любят. Это всё показное. Насколько у них душа вообще, я не знаю, в раздрае. Но они настолько погрязли в достигаторстве, потреблятстве. Можно сюда много слов вообще сказать. Которые возгордились своей неприкосновенностью, крутостью и так далее. Но при этом ценности у них вообще пять копеек максимум. Но вот эта вот наносная мишура, она долго их скрывать не будет. И точно так же стремится быть похожими на нечто вот это вот, которое вокруг нас сейчас с бубнами пляшут. Я самый крутой, я самый классный, я миллионер, я тебя научу сейчас зарабатывать, ты только мне бабки дай. Ну, а потом ни бабок, ни миллионера. Ну, и ни результата. Они просто классно умеют пускать пыль в глаза, при этом из себя ничего не представляя. И почему-то все хотят на них быть похожими. Ребята, вы с ума сошли, что ли? Ну, реально. Вот. Я еще раз задам вопрос. Хотела сказать, аж прям голос пропал. Напишите мне, что вы отписываетесь от того, что у меня ценники маленькие? Нет, конечно, вы отписываетесь от меня, потому что вам стало неинтересно. Давайте вот с этого начнем, с правды. Потому что мне было тоже неинтересно. как попугай одну и ту же информацию. Сейчас я просто вообще решила наплевать на все и себя только прорабатывать уже максимально уже, чтобы и вы это понимали, что мне наплевать. Вот. Я оцениваю все ваши ресурсы, которые вы даете. Естественно, благодарю вас. Но мне наплевать, какие выборы вы будете делать и как вы будете проживать эту жизнь. Моя задача получить ресурсы, которые вы даете. Но это я не про деньги сейчас. Ваши проявления какие-то, которые исполняют мои желания, этого уже достаточно. А по поводу денег, гоняться побольше и хурвать, они все равно придут. Блин, вообще, я не знаю. Я не уверена вообще, что возможно жить в нищете. Я не знаю, как вообще можно быть нищим. Ну, и перебор с богатством это тоже груз. Такой груз, что ты трясешься и с онкологией потом или еще с какой-нибудь фильмом. Не знаю, как это еще объяснить. Видео много в последнее время было. Мне было интересно рассказывать. Вот, не знаю, откуда такой интерес появился, но мне кажется, меня смотивировали друзья, которые меня вокруг прям я их энергией подпиталась и мне вот прям захотелось. А еще у меня желание появилось записывать побольше видео, участвовать. Ну, вот курс сейчас прикольный по трансформации шаблонов из-за того, что я просто занялась и отвлеклась вообще другой деятельностью, занялась зубами. И мне это вообще прям так по кайфу. И, ну, это прикольно делать просчеты. Я уже сама все считаю, ну, врачам отправляю, сама примерно прикидываю, блин, и всегда вот прям в точку попадаю. Сколько надо зубов сделать, как, каким образом, что туда надо. Я прям смотрю, пишу Арине, которая менеджер клиники, и она такая, блин, мы точно так же посчитали. врачи там все смотрят, рентгены, там фотки. Мне просто это стало интересно, я на это отвлеклась. Отдых это просто смена работы. Почему я не имею права заниматься разными делами? Вот. И когда я отдохнула немножко на стоматологии, да, мне захотелось вернуться сюда. вот. И отписка, в общем, была не из-за моей неценности, то, что я себя типа не ценю. Вообще не в этом лежит. Я не могу понять, почему вы не можете уловить эту суть. И отписка была не потому, что дешево. Просто я не оправдываю ожидания людей из-за того, что, блин, тут вещала-вещала, тут раз про зубы или вещала-вещала, тут раз про еду. Про еду многим не нравится, а это больное место. Понимаете? Это больно. Вы всегда будете отстаивать свою еду, потому что вы в эгрегоре, который вам никогда не даст с нее слезть. Ну, с той именно, которую вы едите. Вы под эгрегором там алкогольным, курительным. Просто слезть с этих эгрегоров это очень тяжело. Понятно, людей отписывают, ну, можно сказать, даже коль мы с вами в прошлом эфире говорили про эгрегоров, ну, людей уводят они. И как бы это тоже одна из сторон отписки. Я потому что начинала очень много разных тем. Делилась версиями прикольными про плоскую землю. Делилась просто с интересом о том, как мне было классно читать книгу Пятибрата, как устроен мир, откуда мы появились. Я просто все, что читаю, все, что меня интересует, я выкладываю. Не важно, как я об этом сама думаю, потому что это только часть правды с любой стороны, любой противоположный, как ни посмотри, везде ложь, но оно все часть истины. И вот это собирать информацию всюду, даже противоестественную, это так круто, и потом из этого делать целое, ну, это интересно. То есть, когда я занимаюсь вот этим вот разнообразием людям это не нравится, потому что они на такое неспособны и не готовы вот рассматривать разные правды, принимать все как есть, да, у них сразу негатив такой, прям, не, и отписка. Ой, она про еду сказала, а то, что эти люди решили свои там денежные вопросы с отношениями, там, с болезнью, с которыми я долго работала, они потом увидели вдруг, что я эфирчик провела про зубы или про еду или про плоскую землю, все, она не влазит в мои рамки, уйду-ка я от нее, то есть, это люди просто, которые не могут вынести ну, вот такого разнообразия, блин, я даже не могу по-другому выразить, и их шаблоны просто скрипят как так, то есть, я могу рассказывать каждый день видео о трансформациях и показать какой-нибудь маленький кусочек из своей жизни, и этот кусочек, если людям не понравится, они забудут про все года, которые, в которых они были со мной, и проработали кучу своих проблем, столько инструментов взяли, столько использовали, столько помощи получили, но потом увидели какое-то несогласие, что я могу, блин, 150 работ иметь, что я могу на сыроедение перейти, все, я не их человек, понимаете, люди просто не могут влезть в мои рамки и не успевают за мной, вот и все, а в этом моя крутость и ценность, что они просто еще не доросли, но сейчас придет время в этом году, и все, кто желал получить озарение, просветление, там, не знаю, любыми словами можно сказать, они его получат, да, и поэтому они вернутся, они догонят, догонят их мозги вообще обо всем, и ну, как бы, я знала, что оно так будет, говорю мне про счеты такие делали в прошлом году и в позапрошлом, то вот 40, это будет такая вот прям, ты будешь работать, 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 но это будет такая вот прям работа, сеять, сеять, сеять семена, а потом пожну, пожну, пожму и пожну зарплату и плоды всех этих трудов, и кто дозреет, да, кто, они вернутся, потому что скорость нового года, имеется в виду, новой эры, будет настолько ошеломительная, вот, кто в эти рамки не вписался, они настолько далеко будут, что как бы вообще даже не вспомнят ни про меня, ни про какие-то вообще, что они куда-то стремились, что-то хотели познавать, они вообще уйдут, ну, не знаю, в дерево, ну, в смысле, с деревянными мозгами, так останутся сидеть у разбитого корыта, им уже ничего не поможет, те люди, которые были подготовлены, хотя бы чуть-чуть, до них это все дойдет, поэтому я никуда не тороплюсь, жду нужного как момента, жду, ну, уместное время, уместное место, все будет так, как и должно быть в тот момент, когда это время придет, а вот оно уже приходит, придет как раз-таки с марта, с конца, когда люди просто проснутся и не узнают себя, ну, это нормально, мы к этому готовы, вот, что я хотела сказать, не знаю, насколько вы меня сейчас поймете, насколько не поймете, все, кто не понял, можете отписываться, туда вам дорожка всем отписавшимся далеко и надолго, вот, все, кто со мной, чудеса на чудесах будут вас прям преследовать, и, ну, это, наверное, все пока, что я хочу сказать, в 4 утра, пошла читать дальше ваши отзывы, ваши благодарности, принятие всего этого, и посмотрим, насколько, ну, в ближайшее время у вас взлетит все, да, и доходы ваши, и, ну, все, что хотели вырасти, вырастить, да, вырастить, вырастет в любом случае, все уже посажено, осталось наблюдать, мы уже ничего уже поделать не сможем с этим, потому что цветочки уже растут, скоро будут ягодки, не знаю, какими еще метафорами сказать, чтобы хоть как-то было понятно, мое самое запутанное видео, наверное, за последнее время, вот, надеюсь, кто-то поймет эту мысль, вернее, не кто-то, да, а те, кому это надо, обнимаю, спокойной ночи. Игорь Негода,